Добрый день! Меня зовут Валерий Дмитриевич Скаченко. Я директор учебно-консультационного центра агробизнеса АКБИС. Мы находимся в Кишиневе. И несколько слов проектирования я скажу. Но уже очень много было сказано, поэтому я постараюсь коротко. Значит, перед тем, как... А ну давай тогда раз ты уже... Очень много людей пишут электронные письма. Очень многие спрашивают. Тут на два разделить надо потока. Первый это те, кто в Молдове. У нас есть агроклиматические условия Молдовы по всем районам. Тут проблем нет. Если же человек из-за рубежа, так будем говорить, раньше это был Советский Союз, если человек из-за рубежа, то мы поставим такую табличку, чтобы он заполнил. Хотя бывают такие моменты, что, например, в России за это огромные деньги требуют метеостанции. Хотя это есть... Ну так было бы в России. Они говорят, если покопаться в интернете, это можно в интернете найти. Никаких проблем. Давай первую фотографию начинай. Поэтому вот это вот агроклиматические условия первые. Но вы знаете, что орех растет не везде. И говорил Николай Федорович, и очень многие люди из севера, это там севернее Москвы уже там, они пишут, а у нас вот есть орех, вот хороший орех, растет один. Но мы собираем, мы это самое. Конечно, есть вот эти формы, которые акклиматизировались к этим условиям, не привычным для ореха. И то, что говорил Киктенко, что вот в Курске нашли, в Белоруссии нашел он эту форму. Если ее размножить, то, наверное, можно продвинуть ареал распространения ореха на север. Но это местные формы. Нажи, к сожалению, они при морозах минус 40 не будут расти. Они выморозят, это понятно. По низинам. Вот этот сад я постоянно показываю, потому что ему очень много лет уже. И вот эта низина постоянно подмерзает, постоянно и зимой подмерзает, и поздневесенними заморозками. Там нормальные деревья, там дают урожай. Эта низина, к сожалению, и дальше. Постоянно она вот такие деревья маленькие, хотя им уже лет по 15. Они вот такие вот. Дальше. Значит, по проектированию, тут есть два варианта, опять же, это Молдова и зарубежье. Если Молдова, то люди звонят, мы выезжаем, договариваемся. Люди платят аванс, перечисляют. И мы исследуем почву. Если за рубежом, тут такой момент, что если такие большие люди и очень хотят посадить большие площади, то надо будет выехать, конечно. Но это, опять же, расходы. Это перелеты. Вот сейчас вернулись из Армении. Это и гостиница, и питание, и все такое прочее. Но люди хотят посадить 150 гектар. Это очень хорошо. Поэтому дальше. Здесь, в Молдове, мы берем почвы сами. Если за рубежом, то два варианта. Или люди сами берут почву и исследуют где-то у себя. Или же мы выезжаем, берем анализ почв, делаем, ну, в смысле, пробы. И это по-разному. Бур нельзя проносить. Или копаем вручную. Или буром. Или экскаватором. Все, дальше. Дальше. Вот это вот мы исследовали 1200 гектар в Азербайджане. Ну, провезли бур. Ну, провезли в багаже. Но у нас каждый раз это железный бур. Каждый раз самошнюю, значит, откройте. Вдруг там какая-то базука лежит. Черт его знает. Значит, потом лаборатория. Дальше. Делаем анализы и определяем, стоит ли на этой почве садить орех. То есть, по местоположению. Понятно. Сейчас почва. Почва. Орех не растет на кислых почвах. Это понятно. Очень часто в Белоруссии делают анализы. Присылают 4,5 PH. 4,5, 5. Ну, сразу бракуются, конечно. Орех не любит щелочные почвы. В Казахстане PH 8,9, 9,2. Мы в Южно-Казахстанской области. Шимкент. Тоже. Это очень щелочная почва. Это ясно, что орех на таких почвах не растет. Но бывает очень много слитых почв. И у нас в Молдове. И в других республиках. Эти слитые почвы при дожде, они становятся как асфальт. То есть, корни не могут их пробить. Они даже разрываются. Это корни богатые почвы. Вот прекрасная пшеница растет. Дальше. Это признак слитых почв. Вот такие трещины. Дальше. И вот это деревья на слитых почвах. Это Молдова, между прочим. Которым 7 лет. Дальше. И это дерево, вот это дерево, когда мы были с Николаем Федоровичем, он говорит, такой урожай был, такой прекрасный урожай. А сейчас, смотрите, вот не растет и урожая нет. То есть, дерево, когда дошло корни до слитого горизонта, ну, любой организм, он хочет дать потомство. То есть, оно родило, родило, а потом перестало расти. То есть, оно умрет, в конце концов. Дальше. Вот это вот тоже виноградники на слитых. Дальше. Понятно. Дальше. Еще очень большое значение имеет вода. Вода. Киктенко говорил уже, у нас она вся больше одного грамма на литр сухого остатка. А вот эта вода имела... Дальше. Вот, смотрите, соль выступает. Они выращивают декоративные растения. Эта вода имела, сейчас я скажу, 2,92, кажется. Это Ростов-на-Дону. И вот соль выступает, они хотели поливать такой водой. Когда Киктенко привез туда пять саженцев, если я не ошибаюсь, для посадки, показать им, как садить, вот как сейчас, пришлось им завозить воду, в этих бочках хорошую воду. Потому что такой водой мы отказались поливать. Дальше. Вот, это опять они дальше. Вот, смотрите, что творится с этими несчастными туями. Дальше. Следующий вопрос, это подготовка участка. Очень многие люди говорят, что вот участок, почву мы взяли, почва хорошая, местоположение прекрасное, все это летом. Сейчас мы раскорчуем, сейчас и осенью будем садить. Мы убеждаем, что не получится так, почву надо подготовить. Нет, у нас, мы все сделаем, мы такие ребята, и большей частью получается, что они откладывают на год посадку. Дальше. Дальше. Ну вот, представьте, вот такую вот, это надо обязательно, или же иметь технику, супер-пупер, или же просто хорошо подготовить почву, отложить посадку на следующий год. Дальше. Вот, на таких почвах люди, ну, они садят, правда, уже дальше. Имея такую технику, ну, у них получается, но не все дальше. Вот такие камни убирают, и уже... Слов по ошибкам. Ну, может быть, это не ошибки. Иностранные специалисты советуют. Вот, вы видели все, что красят, это фабра садово, фабра, фабра садово, значит, и это все прекрасно, и так оно должно быть. Некоторые вот так ставят короба, но это, во-первых, оно не спасает от солнечных лучей, когда солнце, извините, во-вторых, там образуется микроклимат. Это одни наши партнеры, вот поставили такие короба, образуется микроклимат, и там развиваются всякие термиты, жучки какие-то, которые объедают этот самый, ростки молодые. Дальше. Саженцы турецкие. Ну, саженцы турецкие, это да, это чадлер. Дальше. Вот, смотрите, вот. Ну, кроме того, некоторые, почему, я не могу понять. Это, значит, те люди, которые это советовали, это вообще не специалисты. Значит, они сказали, что опылители не надо обрезать, чтобы больше цветков было. Ну, что за глупости, что первый год нам нужен урожай, цветки. И вот они не обрезали опылители, и все высохли, все опылители высохли. 7% опылителей, дальше. Вот они все сухие. Не обрезаны. Подожди. А это другой вариант. Это Словакия, Душин. Да, Душин. Он, ему посоветовали обрезать деревья, ну, на 50 сантиметров, ну, где-то в мае, в июне, я был в июле месяц, и дальше. Вот он обрезал, вот видите, какие. Все распустились, и он срезал их дальше. И вот такой прирост в июне месяце. Вот это вот. То есть, дерево, все почки распустились. Он посадил осенью, то есть, прижилось изумительно. Но, из-за того, что оно не обрезано, прирост был бы вот такой. А так как он обрезал, вот, пожалуйста, надо было посадить, и сразу обрезать, и это самое... Ну, дальше, все, оставь. Уже все. Значит, то же самое, что хочу сказать. Это у меня, я сам работал в питомнике долгое время. Один товарищ, очень богатый человек, имеет три винзавода на юге Молдавии, он заказал у нас саженцы миндаля. Я его познакомил с ученым из института, который занимается миндалем, чтобы тот ввел, как бы, этот проект. Мы ему сделали проект, продали саженцы, он посадил, и звонит нам где-то в июле месяце. Валерий Анатольевич, саженцы плохие, значит, вот давайте разбираться. Ну, давайте, я беру этого миндалевода, с которым он не связался, между прочим. Григорий Артемович был. И мы едем на его шикарнейшей машине, там, едем на этот сад. Когда мы приехали в этот сад, это 50 гектар миндального сада, этот Миша Борозан из института, он сказал, я даже не буду выходить. Он не обрезал его. Он сидит в машине, говорит, что я буду выходить? Я говорю, проект читали? Да зачем мне этот проект? Он меня есть, агроном. Ну, давай, агронома с проектом. Приезжает агроном с проектом. Значит, открываем и пишем. После посадки все обрезать на 50 сантиметров, и все боковые, эти самые, обрезать на два глазка. Понимаете? Они же вот такого роста саженец. И все эти глазки, он весной посадил, все глазки проснулись и дали, а еще миндаль имеет такие поросли. И все они дали листочки, которые всю силу дерева они истратили на эти листочки. Дерево еще не прижилось. Оно уже как бы... И поэтому вот так получилось, что он, как он говорит, с кого будем закапывать, когда туда ехали, обратно он говорил, ну все, я этого гранома закопаю. Ну, это уже... Так, вот у меня все в принципе. Есть ли какие-то вопросы, пожалуйста. И если нужны визитки, я дам визитку. Вопросы? Все, спасибо. Спасибо.